Время зоркое, дорог вечности каждый час Я хочу, чтобы правда гордая испытала на прочность нас Время бурное, время зоркое, дорог вечности каждый час Я хочу, чтобы правда гордая испытала на прочность нас Снова сердце песню просит, чтобы вместе с ней смог я обойти просторы Родины моей. В шапках белоснежной горы в небо взмехнулись гордо, солнце дарит молодость садам. Мчатся, сверкая реки, с детства влюблен на веки я твою весну. Мне хотелось поехать как можно ближе к Карабаху, а вот это джодюх на джануэ ля ля тяпя бей лаган – это самая близкая зона. Кроме того, это недавно освобожденные территории. Я был еще до этого, до 4 февраля, когда мы решали, где будет концерт. И буквально ногами походил по этой для нас священной земле. И был на самой передовой. Думаю, ему с одной стороны нелегко. Потому что сегодня Карабах и его родина находятся под оккупацией, но с другой стороны, вот эта вот сложность, вот эта вот боль подвигает его на очень активные деятельности, именно по регулированию карабахского конфликта, возвращения земель, ценности, территориальной ценности Азербайджана. Я это вижу на практике его и дипломатической, и артистической деятельности. Свой юбилей, он вместо того, чтобы провести где-то в очень хорошем ресторане, или где-то, он решил провести вместе с солдатами. Это очень хорошо, это примерный поступок. Такой поступок я встречал у нашего президента. Он свой тоже день в день проводил вместе с солдатами. Это хороший пример. Я думаю, что такому примеру могут последовать все знаменитые люди моей страны. Я там много раз бывал с Шушей, особенно в детстве, с папой. Последний раз с папой мы были в августе 61-го года. Папа мне сказал, что я где-то вместе. Я насторожился. Думаю, почему «Эчки седыми». Ну, конечно, маме я слил эту информацию, что папа в Шушу собрался. Папа дал два таких прощальных концерта. Шушей. Это был конец августа. И 26-го сентября ушел. Вот иди как. В оккупированной Шуше мне довелось побывать дважды. В 2007-м году и в 2009-м году. И видеть разоренный, разрушенный дом отца. Это не из самых лучших воспоминаний. Совершенно мертвый город. Просто руины стояли. От бабежек остались разрушены. Дома, улицы. Видеть бюст отца с наполовину разрезанным лицом. Оказывается, в него попала мина или какой-то снаряд. И вот так вот прям наполовину разрезанный. Павел Анатольевич рассказывал. Во второй раз было гораздо все суровее. Гораздо все на грани вражды. И это была, поэтому это была и последняя поездка. А армянская сторона не хочет этих контактов. Во-первых, тогда они не хотели, чтобы мы увидели Шушу в таком состоянии. Разрушенном. В ужасном состоянии. Как какие-то фильмы ужасов. Бывает, все разрушено. Музей разрушен. Это был шок. Конечно, большой шок. И, кстати, Палат держался гораздо лучше, чем я. Потому что в доме Бельбеля я уже не выдержал. У меня нервы, видимо, были на пределе. И Палат даже меня как-то успокаивал, что держись. Очень трудно это воспринимать. Понимаете? Цветущий край, цветущий город. Город, наполненный памятью всех величайших людей Азербайджана. И вдруг какие-то развалины. Я себя чувствовал очень сильно униженным. Что я находился на своей земле как гость. Вот это меня очень сильно унижало. Я хочу себя чувствовать, и не только себя, всех нас чувствовать. Чувствовать при своей жизни хозяином своей земли. И ходить туда смелыми шагами по своей земле. Я написал письма министрам культуры 170 стран. В том числе письмо написал тогдашнему генеральному секретарю ЮНЕСКО. И во все организации, которые хоть как-то причастны к культуре, во все эти организации были разосланы письма за моей подписью. Это были письма, очень серьезные, аргументирующие нашу позицию, позицию Азербайджана. И горечь потери описания шуши, описания тех культурных ценностей, которые остались там в шуше. Старшее поколение помнит, что я, начиная с 89-го года, проводил международный фольклорный фестиваль «Харабельбюль». И в 89-м году мы еще провели его в шуше, в самой шуше, на Джидердюзю. Были построены семь сцен, и на семи сценах одновременно молодые хананда, юные хананда пели «Карабахщики Астаси». И было очень много гостей, в том числе, как было принято говорить, так и из дальнего зарубежья. С потери шуши мы потеряли такой грандиозный фестиваль, который из Перу приезжали, из Африки приезжали, из Европы, естественно, из Индии, со всех стран. Вот. Так что потеря и духовная, и физическая. То, что Пулат долгие годы возглавлял культуру Азербайджана и не позволил деградировать ей в период развала Советского Союза, имеет принципиально историческое значение. В тот период это были серьезные вопросы. Вот сохранить форму управления культурой, работу функциональную всех объектов, это, я считаю, очень серьезное достижение и одно из, так сказать, событий, дел, которые пойдут по ладу в плюс в любом случае. Потому что это было нелегкое время. Еще не наступило время, когда можно все рассказать, но давление было очень сильное. От открытых угроз до официальных вот таких шагов в адрес министра и Министерства культуры. Но мы, как говорится, не дрогнули. Я вам скажу один пример. К нему тогда заявилась группа людей, это был 92-й год, чтобы он отдал музей под какое-то административное здание. Причем угрожали достаточно сильно. Тогда время было какое, знаете, все ходили с автоматами или с мешками денег. У Пулада не тронули ни мешки денег, ни автоматы. Вот этот милый, симпатичный, обаятельный человек, любимец женщин, он проявил мужество по-настоящему. Вот в этот период перелома 90-й, 91-й, 92-й, 93-й год. Это было время такой его личной схватки за азербайджанскую культуру. Я вам скажу, что в это время, он очень смелый человек, знаете, в то время, когда все боялись что-то говорить, он прямо тогда еще, Горбачев, он прямо в лицо это все говорил, чтобы вы неправильно делаете. А это тогда не каждый мог бы себе позволить. И тот знал, кто это говорит. Пулад, потому что Пулад знает вся страна. Идет война, и вещи надо назвать своими именами. Самая настоящая война. Берутся люди в заложники, сжигаются дома, взрываются мосты, угоняется скот. И каждый день гибнут люди, умирают люди, льется кровь. Неужели нет в стране силы, которая может это остановить? Там находятся войска советской армии, внутренние войска МБД. Неужели профессиональные люди, которые занимаются этим профессионально, не могут обеспечить безопасность своих граждан? Издан указ президента, который не выполняется. Когда этот указ появился, мы те, кто непосредственно живет и работает там, встречается с людьми, подозревали, так сказать, нереальный срок его исполнения. Вы продлили свой указ. Опять указ не выполняется. Ведь в указе указаны конкретные люди, которые отвечают за те или иные участки. Но если бы я тогда ушел, это было бы как бы бегство с поля боя. А я не привык убегать перед какими-то трудностями или, как говорится, не преодолевать их. У меня с детства такой характер, что трудности надо преодолевать. Когда вернулся к руководству республикой наш выдающийся лидер, общенациональный лидер, выдающийся деятель, человек, глыба, Гейдар Альич Алиев, стало ясно, что уже хореографическое училище никто не закроет, что оперный театр будет жить, что филармония будет жить, что капелла будет петь. Это было ясно сразу. И, кстати, у меня когда-то состоялся с общенациональным лидером такой разговор. Я ему подробно рассказал. О том времени сказал, что теперь я могу спокойно уйти, потому что теперь я знаю, что все это не закрою. Я помню Пулада мальчиком, но с покойным бельбелем у нас были добрые дружеские отношения. Тогда, конечно, он не нуждался в какой-то моей поддержке. Наоборот, я, будучи молодым человеком, был рад, что я знаком с таким великим мастером искусства. А в тот период, когда я имел возможность поддерживать нашу культуру, поддерживать людей, которые создают нашу культуру, я все делал для того, чтобы наша культура развивалась. Мне задают этот вопрос, иногда вы его зададите или нет, что почему ряд таких видных творческих наших деятелей были на меня, так сказать, глубоко обижены, критиковали меня, выступали против меня в прессе и так далее. Вот это мне самому тоже очень неприятно, потому что это люди, с которыми, в общем-то, я всегда общался, и мы, в общем-то, из одного круга. А в свое время мы вместе выступали на одной сцене или ездили на гастроли и в одном автобусе, в одной гостинице вместе, как говорится, кушали, пили. Поэтому почему образовалось? Вы знаете, вот хочу еще раз сказать, в Советском Союзе была строгая иерархия. Каждый, как говорится, знал свою полку. Там заслуженный артист, значит, он заслуженный артист, у него есть какие-то свои льготы заслуженного артиста. Народного артиста были льготы больше. Не хочу сейчас, так сказать, о ней говорить, сегодня они уже кажутся просто смешными, но тогда это был тоже образ жизни, понимаете? И вдруг, когда все смешалось, произошла такая переоценка ценностей. Люди по привычке идут в Министерство культуры, говорят, дайте нам то-то, дайте нам это, пошлите нас за границу, дайте нам вот возможности. А нет этих возможностей? Ну, просто нет. Во-первых, нет финансов, во-вторых, нет возможностей. В-третьих, нет полномочий это сделать. При всем желании помочь, у меня просто не было инструментов им помогать. Да, очень, я бы сказал, жестокое время наступило, жесткое время наступило, когда каждый должен протягивать, как говорят, ножки по одежке, да, это есть такое выражение, когда каждый уже, вот так сказать. Я пытался как-то объяснять, чем могу помогать, что-то, но человек так устроен, он хочет получить только то, что он хочет. Это то, что у меня наболело, и, может быть, уже после 75-ти об этом надо говорить. Я это делал не со зла. Я это делал, потому что не было возможности, и я это делал во имя того, чтобы появлялись новые поколения исполнителей, новые люди, новые лица. А для того, чтобы они появились, надо освободить им площадку. Так, во всем мире. Когда-то Маяковский писал знаменитые строки «Я хочу, чтобы к штыку приравляли перо». Перо, паллада, его композиция, его музыка, да, это когда-то это штык, но очень часто это огромная хапка цветов, которые он дарит людям, и я думаю, что это не менее важно. Потому что он понимает, что любовь – это, наверное, высшее, что движет людьми, и что рождает настоящее искусство и настоящую политику. Субтитры создавал DimaTorzok Поступило предложение поехать в Москву. Я это воспринял с большой радостью, потому что Москву я очень хорошо знаю. В общем-то, молодость моя прошла, становление музыкальное, да, так будем говорить, и как композитор, и как исполнитель. Хотя я хочу подчеркнуть, что никогда из Баку, тогда же был институт прописки, я всегда был прописан в Баку, я всегда был бакинцем, я всегда был гражданином Азербайджанской республики, ни на один день от этого не отрываясь. Субтитры создавал DimaTorzok Посолки Азербайджана в России – это особая миссия. Неоднократно президент Азербайджана Жан-Гдарыч Алиев говорил о том, что, наверное, все-таки миссия посла России – это самая главная посольская миссия на фоне всех остальных посольских миссий. Я здесь не хочу никого видеть, это просто роль России во взаимоотношениях с Азербайджаном такова. Назовите мне любого посла, испанского, румынского, назовите мне белорусского, хотя бы тех, кто мы близко, туркменского, они как бы меняются постоянно, и мы даже не помним фамилии. Паллада мы знаем все. То есть вся Россия, как Россия, все СНГ знает, что Паллад – это сегодня посол. Его присутствие сближает, сразу делает наши страны близкими и очень контактными. И поэтому он так долго является послом. И он истинный патриот Азербайджана, и, я бы сказал, сегодня и России. Поэтому его любят, к нему приходят, его знают, ему доверяют. И он объединяет огромное количество знаковых и художников, и политических деятелей. То есть разные структуры на высочайшем уровне к нему тянутся. Нам очень повезло, что 15 лет вот уже именно Паллада Бюляглы работает чрезвычайным полномочным послом Азербайджана в России. Он начал эту работу не в легкие времена. И только такой тонкий, деликатный человек, неравнодушный человек мог тогда развязывать эти сложные узелки, которые появлялись, реагировать на них. И он настолько искренне делал все возможное для того, чтобы укреплять и развивать отношения между нашими странами, между нашими народами. Он делал это так неформально. Он вникал всегда в мелочи. И делал это очень искренне, очень честно. Кстати, всем начинающим дипломатам рекомендую почитать воспоминания Черчилля, очень полезные для дипломатов. И те книги, которые нужны для вхождения, так сказать, в дипломат. Он был замечательным министром. Он, я считаю, что замечательный посол. Он очень активный посол, отстаивающий интерес Азербайджана. Очень болезненно воспринимающийся малейшие изменения ситуации, связанные с нашей Родиной в политическом, так сказать, ареале соседних стран, там, где он их представляет Азербайджан. Он яркий пропагандист нашей Родины. Я думаю, что это закономерно. Сын Бюльбюля не может не быть привязанного к своей Родине, к Карабаху, к Шуше. Конечно, отстаивать интересы своей страны в бывшей митрополии, это тоже непростая работа, так будем говорить. Вот. И, ну, при этом мне, наверное, легче, чем кому-то другому, потому что очень много людей, с которыми у меня просто дружеские отношения, которых я знаю очень-очень много лет. Ну, в творческой среде я вообще не говорю, где меня очень хорошо знают, и я очень хорошо многих знаю. Павловича очень хорошо знают в Москве, и знают его в качестве посла, знают его как выдающегося деятеля культуры, как блистательного музыканта, композитора, певца. И в этом плане его встречи с журналистами всегда выходят за рамки просто там короткого интервью по какой-то актуальной проблеме. По большей части это такой открытый разговор. Господин посол уже практически рассказал, что ему очень помогает в дипломатической работе, его вот эта такая популярность. Нет, на открытии этот вопрос задают, я не скрываю. Иногда говорят, вот вам ваша популярность. Он, конечно, помогает. Помогает. У меня вот был случай, как, не буду говорить, регион российский очень далекий, оттуда обратилась там наша диаспора, что-то надо было решить там и так далее. Я позвонил там, приемную губернатору, и сказал, что это такое-то, такое-то. И там, видимо, помощница говорит, а вы тот план, который пел? Я говорю, да, я тот. А сейчас-сейчас-сейчас. Все соединились с губернатором, за один телефонный разговор вопрос был решен. Конечно, ему помогает его харизма, его креативность, его имя художника, композитора, певца. В Москве многие кабинеты закрыты для многих послов из разных стран, не только бывших советских, а и африканских, и азиатских. При слове «По Лауди» все кабинеты открываются. Вот это такой, знаете, ключик золотой. Плюс, к нему добавилась новая функция, он дуаен всего дематологического корпуса в России. Преимущество дуаена и возможность говорить от имени дипломатического корпуса сегодня для посла Азербайджана – это тоже такое маленькое преимущество. Это очень почетная функция, она очень ответственная. С ней считаются министерства иностранных дел, с ней считаются послы. И возникают моменты, когда именно дуаен, когда возникает некое, ну, скажем так, недопонимание между тем или иным посольством, тем или иным послом и соответствующими институтами в стране, то именно дуаен выступает передовольщиком, коммуникатором для улажнения тех или иных вопросов. 6 февраля 2006 года я копии верительных грамот вручил в МИДе России. А 21 числа 2006 года сюда состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И вот сразу, буквально сходу с колес, подготовка этого очень важного визита. И, по-моему, Владимир Владимирович, если мне память не изменяет, улетел 22-го, а 23-го в Москве обвалился рынок, где погибло более 70 азербайджанцев. И вот сразу вот такой вот, знаете, прямо так, дынг. Страшная была картина, которая запомнила всю жизнь. Посольский день начинается, как у всех, там, в 9, в 10 утра, так и у Паллада. Но он заканчивается практически каждый раз под полуночь. И насыщенность дня Паллада, профессиональная насыщенность, насыщенность встречами, контактами, переговорами, разговорами с центром, в данном случае с Баку, подписанием бумаг, участие в протокольных мероприятиях, в которых никуда не денешься, участие в разного рода политических мероприятиях. Это невероятная попростая работа. Владимир Президент Чехов Едаревич Алиев дал высокую оценку моей работе в Москве, за что я им очень благодарен. И что я удостоился вместе с наградой, орденом, высшим орденом страны, орденом Ейдара Алиева, еще похвалы от президента и за прошедшую работу в Министерстве культуры, и за нынешнюю работу послом. Для меня это очень высокая оценка, я был, честно вам скажу, просто счастлив и окрылен. Цифры, факты, они тоже налицо. Наш товарооборот за 2019 год перевалил за 3 миллиарда американских долларов, хотя были годы, когда это было и более 4 миллиардов, но это было за счет нефти, газа и так далее. А сейчас это уже чисто вот те товары, которые, ну, в основном не нефтяного сектора, что очень важно. Открылся новый мост через реку Саму между Азербайджаном и Россией, ну, с Дагестаном, в торжественной установке. Очень короткий срок построили этот мост, причем строила азербайджанская сторона, Россия участвовала в софинансировании. И это для людей, которые передвигаются через этот мост. Это и для товаров, это и для будущей магистры. Ну, и как бы она уже есть, север-юг, но она будет расширяться с каждым годом. Поэтому есть какие-то очень важные вехи. Сегодня российско-азербайджанские отношения, отношения между нашими странами, между нашими народами, получили такое мощное движение. Они стали носить стратегический характер. Благодаря усилиям президентов наших стран. И в этом огромная роль, огромная заслуга Павлата Гитбойля Глэй. Я с таким удовольствием побывала на его юбилейном концерте. Вы знаете, такая ностальгия нахлынула о том времени, о нашей молодости, о том времени, когда из окон домов, из машин, автомобилей звучали его потрясающие песни, его потрясающий голос. И несмотря на свой юбилей, он в замечательной творческой форме, он полон планов. И думаю, что он гордится, что его дети, внуки, они тоже пошли по его стопам и продолжают его делать. Папа никогда не довел на меня относительно выбора профессии, но скорее он повлиял на меня своей личностью. Потому что он ученик Караева, он музыкальный внук Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И его мысли, его рассуждения, его выводы относительно музыки и вообще в целом искусства, они, конечно, очень ценны и очень помогают мне и в профессиональном отношении, и в отношении моего какого-то личностного развития. Я просто искренне хочу пожелать ему дальнейших творческих успехов. Вот при всей его государственной занятости нам хочется по-прежнему слышать его песни, слышать его потрясающий голос. Пришлось в этот день очень подервничать, потому что неправильно была смонтированная сцена. Я редко выхожу из себя, но тут я совершенно, в общем, был на грани отмены концерта. Вот, поэтому там как-то так вот, правда, ну, на сцене взялся я в руки. Зрителям все равно. Как ты себя чувствуешь, с какой ноги встал, у тебя температура, тебе плохо, ты с кем-то поссорился, зрителям все равно. Твое имя в афише должен выйти и сыграть. И музыка учит, у тебя есть цель, музыка учит достигать этой цели во что бы то ни стало. Это колоссальная школа. Конечно, мне было приятно, что он делил в Москве и в Баку сцену своей внучкой. Но это же здорово. Сын его дирижировал произведение, которое он же сам же оркестровал, его же произведение, и пели песни, которые пел сам Бюн-Бюн. Что б они, что б они иногда, хоть иногда мне о тебе говорили о тебе. Я совсем немного волновалась, но, в принципе, мне было привычно. Моя самая любимая песня — это «Позвони», но «Фиалки» я тоже очень люблю. Как жили мы, парясь, и смерти не боясь, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Хватит! О, как он поет! Как он поет! Я бы хотела так же научиться, как он петь, но боюсь, у меня никогда не получится. Он профессионально занимался. Меня удивляет, что он уже дедушка, скоро будет прадедушка, и он еще поет. Я вижу сейчас, как он относится, с какой любовью к своим младшим детям. Учусь у него отношению, учусь у него... Ну, сейчас уже понятно, мы разговариваем, как два взрослых человека, отец много мне дает каких-то советов жизненных. И, конечно, я отношусь к нему, как к учителю, к кому большому. Это для меня большая честь, большая гордость быть дочерью Паллада Влюблёла. Я, конечно, ответственность чувствую, но это никогда не как груз на моих плечах. Это наоборот очень поощряет делать добрые дела, работать для своей страны. Я надеюсь, что меня спасет хотя бы то, что у нас с ним все-таки разные специализации. Он профессиональный композитор, исполнитель собственных песен. Я учусь на дирижера-симфониста. Хотя я понимаю, что подобного рода сравнения неизбежны, но я думаю, что индивидуальный творческий облик поможет мне минимизировать подобного рода сравнения. Пусть, пусть в сон мой не приходят Ни нежностью, ни ропотом угрозь. Пусть, пусть сердце не тревожит, Упали годы мне... В Баку, конечно, тут родные сцены. Мой любимый дворец имени Гейдара Алиева с этим дворцом, с этим зданием, с этой сценой, на которой я сейчас сижу, и с этим прекрасным залом связано очень много. И в те годы первые сольные концерты были здесь, на этой сцене. В 76-м году и на последний концерт пришел Гейдар Алиев. На первом концерте была покойная Зарифа Азизина, мир ее прав, с детьми, как сейчас принято говорить, с тогдашними детьми. И Зарифа Азизина рассказала Гейдар Алиеву про концерт. И мы дали еще один концерт, и пришел Гейдар Алиев. И вы знаете, что он мне за кулисами сказал вот здесь в этом здании? Ну, тепло поздравил, конечно, а потом сказал, слушай, а как ты вот так вот бегаешь, прыгаешь, танцуешь и продолжаешь петь? Ты какую-то гимнастику специальную? Да Гейдар Алиев спросил в 76-м году. Ты какую-то специальную гимнастику делал? Я так растерялся, что такой вопрос до этого мне никто не задавал. Я говорю, нет, Гейдар Алиев, ничего специального не делал. Не, ну как так? Не может же быть. Я не знаю. Чего за слово не знаю. Вчера ты так спешила, когда мы расставались, что на прощание слова я не успел сказать. Ты только обещала, что позвонишь сегодня, и я готов годами у телефона ждать. Быть может, ты забыла, можно мертили, быть может, ты смеешься над глядностью моей, но я не понимаю, зачем ты так сердито, но перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердито, но перестань смеяться и позвони скорей. Сидя в зале и видя, как он танцует на сцене, как он отжигает, как сейчас говорят, я поймал себя на мышле, я 75 тоже так хотел. Шутя ему говорю, что у тебя батарейки, наверное, Дирасел. Да, два в одном. Вот, он, просто я восторгаюсь им, и я его очень просто люблю. Сейчас в моем возрасте не буду скрывать, иногда в Москве мои сверстники поющие подходят и говорят, слушай, ну, скажи, да ты же, наверное, что-то делаешь или что-то пьешь, тебе что-то из Баку, наверное, посылают специально какую-нибудь пьяную, ребят, клянусь, нет, ничего не посылают. И, честно говоря, про себя думаю Карамах, потому что наши карамахские певцы, тот же Джабар Карягды, тот же Сеид Шушинский, тот же Хан Шушинский, и многие другие, я сейчас могу кого-то несуть, тот же Гавиджу стал, они же до глубоких лет сохраняли высокие ноты, сохраняли свою тесситуру высокую, они же умели петь миксом, или даже мой папа, но, к сожалению, не так много прожил, но есть его последнее выступление в Большом театре, 59-го года, 59-м, значит, ему было уже 62 года, когда он в Севгиле Джанан загвоздил это Си такое, что там зал встал, зал встал в Большом театре. Севгиле Джанан Севгиле Джанан Севгиле Джанан И вот иногда, когда я держу эту высокую ноту, это... геркальера, 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 Причем папа меня не учил пения. К сожалению, когда папа ушел, мне было всего 16 лет. А папа очень хотел, чтобы я был композитором. И всегда мне говорил, сынок, я хочу, чтобы ты научился, чтобы ты понял, как создается музыка. Я хочу, чтобы ты создавал музыку. Я тогда, может, не понимал. Папа куда-то ходил и так далее. Все время тащил. Ребенок был свои какие-то. Мне интереснее было поиграть во дворе, чем идти с папой в филармонию на симфонический концерт. Но он меня... Потом я уже понял, что он хотел, чтобы я скорее во взрослую жизнь вошел, видимо, понимая или чувствуя. Каждая песня, какой-то был повод ее написать. Я никогда, кстати, не писал просто так. Я никогда не писал, как композитор, говорят, в стол. У меня, в общем-то, все, что я написал, все звучит, все где-то исполнялось. Но я все свои песни люблю. С удовольствием исполню. Мне все время не хватает. Неких созвучий на нашем радио, на нашем телевидении. Созвучий азербайджанской музыки, например. Если бы не Палат, если бы не Муслим, если бы не Караев, если бы не Зергаджибеков, мы бы оглохли. Какие-то ноты бы исчезли из нашей жизни, какие-то созвучия очень важные, и это было бы ужасно. У меня одно желание осталось – дать концерт шушерку. Это солнце и росу, золотых полей красу. И любовь мне родной через годы пронесу. И любовь мне родной через годы пронесу. Не забыть мне ни на час, добрый круг отца. Милой мамы нежных глаз для ее лица. Ты еще прекрасней стал, добрый край родной. Это ты мне крылья дал для любви большой. Ты еще прекрасней стал, добрый край родной. Это ты мне крылья дал для любви большой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова